Приветик, ребята! Сегодня у нас очередное видео, очередная тренировка, но это видео будет совершенно другое, совершенно что-то новое на моем канале. И сегодня у меня будут гости в моем видеоролике. Это очень интересная, загадочная личность, которая полюбилась всем в интернете, и это огне-огонек. Встречайте! Меня в целом, в принципе, моя фигура устраивает, но мне, как самой кажется, у меня слишком широкие плечи для девушки, и поэтому я бы хотела сделать свою фигуру более женственной, то есть чуть-чуть уменьшить плечи по возможности, сделать по лужу талию и пошире бедра. На самом деле, у нас с тобой очень похож тип фигуры. Такой тип фигуры, в принципе, называется прямоугольник, но если ты говоришь, что у тебя широкие плечи, это уже более перевернутый треугольник, то есть нам необходимо что? Нам необходимо уменьшить плечи, то есть минимизировать нагрузку на плечи и увеличить в объемах бедра. Естественно, все это за счет мышц, потому что жир не очень-то нам и нужен. Так что давайте сегодня посмотрим, какие упражнения можно сделать подобным типом фигуры и начнем. Ну что, мы с тобой начнем с первого упражнения, но ты должна, наверное, понимать, что вся твоя тренировка должна начинаться только с разминки. Вот разминка – это самое главное, особенно если ты будешь работать на какой-то мышечный прирост, это просто обязательно нужно делать. И не то, чтобы просто там руками помахать или пробежаться на дорожке, ты должна размять все свои суставы. Разминки очень-очень много, это можно найти на моем канале, обязательно попробую ее тоже сделать. И главное, уделяй каждой мышце хотя бы на минутку, то есть вся твоя разминка должна проходить около 5-10 минут. То есть это должна быть хорошая разминка. И мы начнем с первого упражнения, это будет жим платформы. Если тебе нужны бедра, то есть вот где-то квадрицепсы немножко увеличить для вот этой пропорции, да, то тебе нужно ставить ножки узко. Давай, наверное, ты ляжешь, и я сразу же покажу. Так, ножки мы поставили как можно выше, и носки у нас смотрят в стороны. Уже мы их ставим для того, чтобы как раз заработали квадрицепсы. Если вы знаете систему постановки ног на жимовой платформе, то чем шире ты ставишь ноги, тем у тебя больше включается внутренняя поверхность бедра. Ягодицы в любом случае работают, но опять же, такая вот средняя постановка, если ты, к примеру, здесь поставишь, то это будет уже как-то одновременно работать твои бедра и ягодицы. Но для твоего случая лучше ставить еще уже. Еще? Еще уже, да. И не так близко пяточки. Вот, примерно в таком положении потихонечку отпускаешь рукоятку, и теперь медленно опускаешь на себя. Смотри, в этом положении у тебя ни в коем случае не должна отрываться поясница, ягодицы могут немножко отрываться. Вот, главное прижимать поясницу и смотреть вверх. Теперь с выдохом выжимаешь. Давай, выжила. И смотри, коленки уже не выпрямляй до конца. Вот, вот в таком положении ты должна оставлять, потому что очень опасно выпрямлять колены до конца. И смотри, ты должна давить на платформу пяткой. Носки можешь немножечко приподнимать, но главное давить пяткой, чтобы ягодицы сработали. Отпускай. Есть. Выжимай. Ага. И выдох делай. К себе. Выжимай. Ага. Тебе легко или как? Легковато, да? Ну, сейчас у нас стоит 20 килограмм, это, конечно, очень-очень мало, но тебе для того, чтобы немножко увеличивать квадрицепсы, тебе, конечно, нужно доходить до довольно-таки хорошего веса, но это все опять же постепенно. Для твоей мышечной массы, вот чтобы немножко приростало, тебе необходимо работать на 12, может быть, даже 8 повторений. Всего-то. С большим весом. с большим весом. И постепенно его увеличивать. Вот смотри, ты опять отрываешь пяточки, поэтому всегда дави пятками. Как важен тренер все-таки. Это очень важно на самом деле. Вроде бы приходишь и давай, отодвигай пятками, вот. Ты носки можешь приподнимать, главное вот пятками толкать. Есть. И следи всегда за своей, вот чтобы не было, видишь, дырочки никогда. Подбородок тоже не прижимаешь и отодвигаешь. Так. И сейчас еще раз выжмешь и поставишь платформу. Выжила. И опять же, не щелкай коленками. Хорошо? И все. И давай теперь поставь. Есть. Молодец. На самом деле тебе очень важно дойти до твоего рабочего веса, но это очень и очень постепенно нужно. Тем более то, что ты в тренажерном зале как таковую не было, у тебя тренировки, да? У меня все тренировки дома проходили. Вот. Поэтому тебе нужно постепенно, вот 20 килограмм попробовала, на следующей тренировке уже легко, повесила еще блинчики. И дойди до этого рабочего веса на 12-8 повторений. Сначала первый подход ты делаешь 12, второй подход 10, третий подход 8. И в каждом подходе ты увеличиваешь вес дополнительный. Вот. Прибавляешь блинчики, да? И не забывай их потом снимать после себя. Слушай, Агния, вот к тебе такой вопросик интересный. Так как ты все-таки открыла свою личность, открыла свое лицо, я понимаю, что это было очень сложно в какой-то момент. Не стеснялась ли ты того, какая может быть реакция от людей, не стеснялась ли ты своей внешности? Не то чтобы стеснялась, нет. У меня никогда такого не было, чтобы я реально боялась, что меня очень плохо примут. Но я все-таки волновалась, да. Было какое-то волнение, переживала, каков будет процент тех людей, которым я не понравлюсь. Ну, на самом деле, волноваться, мне кажется, было глупо, потому что многие вообще... Ну, я тоже просто следила за твоим каналом с самых, наверное, его начал. И было очень смешно читать комментарии, что люди предполагали, кто же там, кто же за этой маской. И оказалась такая симпатичная, стройная девушка. Так что вот видите, кого вы смотрите. Да, я помню этот комментарий. Там жирная и прыщавая. Мужик. Женщина. Да, и мужик. Два упражнения. Сначала мы будем делать с тобой выпады. Это базовое и очень эффективное упражнение. Многие его не любят, в моем числе тоже. Я его не очень люблю. Потому что многие его неправильно делают. И не знают, как вот себя вести, потому что многие теряют равновесие, падают. В общем, не очень любимое упражнение. Но давай его сделаем любимыми и покажем, как это правильно делается. Смотри, будет схема такая. Сначала ты становишься выпадом в одну ножку. Давай повтори за мной. Есть. Вот. Ты уже научилась. Корпус сразу же отводим назад для того, чтобы не делался угол. И смотри за своей пяточкой. Вот эта пятка не должна у тебя отрываться. Теперь подставляешь ножку к себе. Вставай. Держим равновесие. И эта нога уходит назад. И сразу же, да, корпус сразу же. Слишком выгибать спину. Ромкости я не знала. Вот. Слишком не нужно выгибать спинку. Просто таз отводим назад и следим за своим коленом, чтобы не было углов. Следим за пяткой. Вот примерно, смотри, ровная линия у тебя должна быть. Еще можешь. Вот. Идеально. Вставай еще раз к себе. Есть. Равновесие. Ничего страшного. Вторая ножка назад. Ага. Слишком широко не нужно. Главное вот найти свою линию. Немножко пододвинуть ногу к себе. Корпус назад. Есть. И подставляй ножку еще раз. Есть. Еще раз. Вторая нога. Ага. И когда встаем, выдох через рот. Есть. Села. Вдох. Подъем. Выдох. Молодец. Так. Пошла во вкус. Молодец. Смотри. Пока что, пока ты учишься, лучше выпады делать без дополнительного веса. Потому что ты еще учишься вести себя правильно со своим как-то равновесием. Иногда заваливаешься, да, и найти свое положение. Вот всегда смотри на зеркало. Вот встала, посмотрела на колено, на пятку, чтобы не отрывалась. Встала вместе. Назад. Это уже потом вырабатывается до такого автоматизма, что ты можешь вслепую делать эти выпады. Только потом ты берешь гантели. И с гантелями уже делаешь выпады. Опять же, три подхода. 12, 10, 8. Это твоя схема на мышечную массу. Запомни ее раз и навсегда. Да, мы наращиваем. Да. Но пока что, пока ты дойдешь к этой схеме, нужно пройти еще длительный путь, чтобы научиться технике. Только потом к этому переходим. Сразу же после этого упражнения с выпадами мы переходим сюда, к кроссоверу. Я завязываю твою ножку на вот такую вот петельку. Такие петли можно купить в любом спортивном магазине. Иногда они уже есть в тренажерном зале. Мы становимся к нижнему блоку. Сразу же немножечко отходишь. Вот. На прямые руки прям. Хорошо отойди. Во. Молодец. У нас стоит маленький вес пока что. Можно даже больше. А ну пододвинься. Подойди. Я тебя немножко помучаю. Извини. Так. Стали ровно. Смотри. Главное правило здесь не качать корпусом. То есть спина ровная, руки ровные. Работает только нога. Это обалденнейшее упражнение на ягодицы. Именно чтобы их поднять. Это лучше упражнение. Просто нет. Оно мое любимое. Смотри. Эта нога у нас опорная находится. Этой ножкой ты натягиваешь носок на себя. Вот приподними ее немножко. Натянула. Уже натянулась бицепс бедра. Натянулся. И заработает сейчас ягодица. Теперь отводим ногу как можно выше. Есть. Корпус держим ровным. Да. Не забывай. Вот стукнула меня по руке. Давай еще выше. Есть. Пододвигаешь к себе. Но не слишком близко. Не слишком близко, потому что ягодица начинает расслабляться. А ну давай еще раз поднимай. Есть. Опускаешь. И сразу же наверх. Сразу же не останавливайся. Наверх. Корпус ровный. Наверх. Да-да-да. Держи. Ничего страшного. Держи равновесие. Есть. Еще раз. Есть. Старайся. Опять же. Руки ровные. Ты просто... Смотри. Ты забываешь про руки. Смотришь только перед собой. Натягиваешь носок. Вот видишь, корпус у меня не двигается. Я стою в одном и том же положении. Только нога. Представь, что твоя нога живет отдельной жизнью. Вот. То есть корпус вообще никак не двигается. Вторая нога идеально прямая. Верхней точкой немножко задержалась, чтобы ягодица налилась. Опустила, и то не нужно болтыхать вот так вот ногой. Сразу же. Немножко согнула здесь. Сразу же наверх. А ну давай теперь. Так, чтобы правильно. Есть. Давай. Ага. Еще поближе немножко. Ручки. О. О. Давай-давай-давай-давай. Есть. Уже лучше. Не так резко. Уже лучше. Молодец. Была ли у тебя цель измениться в плане фигуры, внешности, может быть? Или у тебя есть какая-то особая проблемная зона, над чем ты вот хочешь поработать конкретно? Ну, я своей проблемной зоной, вот как я уже говорила в начале видео, я считаю все-таки плечи. Мне кажется, что для девушки они все-таки широковаты. Угу. Вот. Ну и, соответственно, да, я хотела бы сделать более узкую талию, о чем мечтает каждая девочка. Мы все об этом мечтаем. Ну, расскажи свои секреты. Как часто ты ешь вредную пищу? Вообще, как питаешься? Примерный свой рацион на день. На самом деле, вредную пищу я ем довольно-таки часто. Не каждый день, конечно, не постоянно. Но если я раз в месяц, там, допустим, захотела чипсов, я пойду и куплю их. То есть ты не паришься, да, по этому поводу? Я не парюсь, да, но все-таки я стараюсь приблизиться к более здоровому питанию, потому что так я чувствую себя получше, полегче, здоровее как-то. Ну и да, я к нему иду. Следующее наше упражнение, как вы поняли, будет уже на коврике. То есть у нас сейчас будет пресс. Я понимаю твою проблему со всей душой, потому что у меня та же самая проблема добиться каких-то изгибов, то есть талия. Талия на самом деле очень такая коварная штука, потому что нам дано генетикой иметь то, что мы имеем. Каких-то супер изгибов добиться как таковых очень и очень трудно. Самое главное здесь это питание, потому что пресс вообще по сути делается только на кухне. Вот эти все упражнения, сколько их миллионы существует на пресс, это просто упругость твоей кожи и какой-то рельеф. Но рельеф опять же вы увидите только тогда, когда вы минимизируете свою жировую прослойку. Чтобы я тебе посоветовала, так это вообще минимизировать любые упражнения на пресс, потому что особенно на косые мышцы пресса, так как если ты их будешь качать, особенно если с дополнительным весом, с кантелями, наклоны, не дай бог, ты станешь только шире визуально. Твои мышцы увеличатся и талия, прощай. Это была моя ошибка когда-то в свое время, поэтому я теперь всем говорю, ни в коем случае это не делайте. Сейчас я покажу тебе два упражнения, которые ты можешь всегда абсолютно делать. Слишком, конечно, сильно ими не увлекаться, потому что пресс в любом упражнении базовом, он и так работает. Все твои мышцы кора, то есть вот этой части, они все равно напрягаются. Тебе большего не нужно, поэтому лучше работать над бедрами и над плечами, вот как-то их немножко приводить в порядок, где-то массу набирать, где-то уменьшать. И визуально ты уже будешь того плана, как ты хочешь добиться. Давайте я покажу сейчас упражнение, что я хочу от тебя. Сначала первое упражнение. Ты должна лечь на спинку. Сначала ты поднимаешься к одной ноге, то есть противоположная рука и нога. Опустилась, вторая нога, вторая рука. И тут слишком не задерживайся внизу. То есть поднялась, опустилась, поднялась, опустилась. Второе упражнение – это планка. Это просто святое упражнение, которое должны делать все. Вначале ее очень тяжелое, но главное опять же потихонечку все начинать, и тогда все будет. Сначала становишься на коленке и на локте. Здесь самое главное – это твой таз. Не нужно делать каких-то изгибов, кого-то соблазнять. Просто прямая линия, взгляд вниз, стоим. Следующий уровень, когда ты становишься на ровные ножки. Опять же корпус ровный. И другой уровень, когда на ровные руки. Ну, давай с тобой начнем с первого упражнения, которое я тебе показала. Давай, ложись. Есть. Опять же, противоположная рука, нога. Ага, есть. Отлично. И старайся не бросать ногу. То есть, опустила сразу же вторая рука. Во, молодец. И когда поднимаешься, делай выдох ртом. Есть. Легла. Есть. Идеально. Проще не придумаешь. Старайся вторую ручку. Вот, да. Не поднимать. Во. Есть. То есть, здесь у нас работает вся мышца. Прямая мышца пресса. Немножко задействуются косые, но их не нужно бояться. Молодец. Смотри. Останавливаемся. Не нужно париться. Мы тут просто показываем упражнение. Да. Смотри. Тебе главное делать где-то три подхода, опять же, по 20-25 повторений. Вроде бы это много, но пресс должен заработать на 20-м повторении. Три подхода. Большего не нужно. Давай становимся в планку на коленке. Есть. О, идеально. И смотри, приподнимай его животик и ягодицы как бы в себя вжимай. Вот, ягодицы в себя. Вот, сожми попку. Как называется, да? Уже лучше, уже лучше. Посмотри на себя в зеркало. Вот. Бок. Видишь? Во, 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 во. Во. Не кругли спину. Спину не кругли. Во. Смотри вниз теперь. Еще больше головы пускай. Вот. Вот. Уже лучше. Уже лучше. Вот. Вот это уже лучше. Вы видели тот изгиб сначала и теперь. Вот так вот. Вот это планка. А ну, попробуй встать на ровные ножки. Во. Посмотри на себя в зеркало. Видишь? Да. Вот. Вот это то. Вот это положение. И уже дальше это уже прямые руки. А ну, попробуй встать на ровные ручки. Ближе к себе. Так. Лучше. Ягодицы в себя. Ну, уже лучше. Это уже сложнее. Это уже следующий уровень. Опускайся. Когда ты поймешь свое положение на коленках. Вот ты помнишь, да? Как ты сначала делала эти изгибы. И потом уже, когда ты увидела, что ты уже немножко по-другому стоишь. Пресс по-другому работает. И главное, ровная линия позвоночника. Это самое главное. Смотреть только вниз. Не нужно закидывать голову, смотреть, что искать. Вот ровная линия позвоночника. Это что касаемо пресса. Теперь давайте поработаем над руками, грудью и спиной. Вот эта твоя худоба, она все-таки генетическая? Или ты предрасположена к набору лишних килограммов? Например, пошла в Макдональдс и съела что-то, и сразу же где-то вылезла? Нет, мне кажется, что не предрасположена. Я сегодня была в Макдаке. Ой, боже. Мы, наверное, потом еще пойдем с тобой вместе. Так что, да, все-таки... Ну, вроде бы не сказывается, потому что все-таки регулярно стараюсь заниматься спортом. Но что касается родственников, на самом деле 50 на 50. Есть и худенькие, есть и толстенькие, и полненькие. Да, потому что... Ну, мне, видимо, повезло. Да, потому что почему-то многие думают, ой, у меня там все родители полные, значит, и я такой же буду. На самом деле все зависит только от вас. Если вы тренируетесь, правильно питаетесь, не обращайте внимания на всю свою родословную, какие бы они ни были, да, главное заниматься собой. Ну что, у нас следующее упражнение, это будет жим гантелей на скамье. Я специально поставила небольшой угол для того, чтобы у нас задействовались такие вот специфические мышцы груди, то есть верхняя часть немножечко и средняя. Если мы ставим горизонтальную, скамью, видишь, тут сейчас угол небольшой стоит. Если она четко горизонтальная, как пол, то, естественно, работает уже, ну, именно грудь. Если чуть-чуть повыше, то уже чуть-чуть верхняя часть груди. То есть ее будет с областительной объемом, что нужно сказать. Поэтому экспериментируй с разными углами. Ниже опускаешься, нижняя часть работает. Средняя, грудь по центру, да, выше, верхняя часть. Это очень интересно, поэтому пробуй иногда разные углы. Мы сейчас взяли две гантели по 2 килограмма. Для Агнии сейчас это более адекватный вес, которым она хотя бы почувствует немножко нагрузку и правильную технику, самое главное, попробует. Ложися на скамью, головка тоже у нас ложится. И сейчас должен быть, подними ручку, небольшой вот такой вот прогиб, совсем небольшой. Не нужно вот прям очень хорошо касаться поясницей скамьи. Главное, немножечко вот такой вот прогибчик, чтобы был. Ноги опять же плотно стоят в упоре, это очень важно. И медленно поднимай гантели над грудью. Сейчас они у нас стоят именно над грудью, не над головой или где-то еще. И сводим их вместе сначала. Это у нас конечная точка будет. Теперь, плавно сгибая руки в локтях, ты разводишь гантели, развела и свела лопатки. Почувствовала? Свела лопатки вместе. Так, голова рона сразу стоит, очень важно за этим следить. И медленно сводишь к уровню груди. Вот, чуть-чуть подальше. Свела, да? Разводим. О, идеально. Можно чуть-чуть пониже даже. Свела. И выдох наверху. Развела вдох через нос. Выдох. Есть еще. Свела. Как тебе нагрузка? Нормально? Ну, значит, надо побольше врать уже. Есть. Сводим, да? И сразу же грудь вперед выставляешь, да? Когда вот вниз, вот, грудь вперед, прогиб идет. Вместе. Следи, чтобы у тебя было, ничего не щелкало нигде, да? Свела. Молодец. Развела. Свела. Как? Подожди секундочку, я сбоку посмотрю. Давай обязательно смотрите на положение в разных углах. Есть. Идеально. Развела. Свела вместе. Молодец. Все, опускай. Все супер. Это, наверное, самое легкое упражнение было для тебя, да? На данный момент ты занимаешься спортом в тренажерном зале или в домашних условиях? Что, вот что твое? Да, я занимаюсь спортом. Более или менее это регулярно происходит, но все же бывает с перерывами. Занимаюсь я дома, причем по видео танец. О, это так приятно. Причем это делаю я уже года два. Ничего себе. То есть с моих начал, может быть, даже, да? Да. Вообще. И знаешь, я все-таки смотрю на себя и вижу, что есть изменения. То есть все-таки фигура стала более подтянутой, более красивой. Проблемы лишнего веса не было. Да, да, да. Все-таки мне нравится, как мои руки стали выглядеть, там, ноги. И знаешь, это какой-то рельеф. А вот ты по какому-то конкретному видео, может быть, занималась или какое-то любимое есть? Вот что такое посоветуешь? Была у тебя серия тренировок, одна из первых в NewBuddy, да? Ой, старенькая, да еще. Да, вот это была первая серия, с которой я начала. Значит, ты сначала, то есть с дивана, того самого дивана. Да, да, я помню тот диван. Ничего себе вообще. Так, следующее упражнение у нас будет на спину с тобой. Мы берем гантели, я думаю, что тебе можно взять по 3 килограмма уже. Опять же, сначала мы проверяем свою технику, только потом стараемся увеличивать вес. Ноги у нас стоят изначально вместе, взгляд перед собой, и мы делаем небольшой наклон. Наклон у тебя должен быть не за счет сгибания спины, вот такой вот, а за счет отведения таза назад. Ты отвела, немножечко согнула ноги в коленях, вот, вот это твое положение. Гантели у нас стоят вот таким вот образом, и мы их подтягиваем к себе, к поясу. Не к груди, а к поясу. Подтянула, и сзади ты сводишь лопатки. Опустила, выдох, опустила, выдох. То есть работает спина. Есть? Давай, попробуй. Так, становимся вместе, ноги вместе. Прямо вместе? Да, прям вместе совсем. Отводишь таз назад, во, и сразу же к себе гантели, прям к поясу. О, чувствуешь, вот свела лопатки здесь? Отпускай. Есть, к себе, во. Как будто у тебя тут орешек, щелкай его. Есть, и выдох. Есть, отпустила, вдох, выдох. Выдох, чувствуется, спинка вот работает? Да. Ага, прям вот хорошо. Расслабляешь, вот только не круглий спину. Расслабила лопатки? Свела. Расслабила. Как будто у тебя тут какой-то механизм, который защелкивает что-то здесь. Да? Вот постарайся прочувствовать каждое упражнение. Угу. Отлично. Вот так хорошо. Вот запомни это положение. И посмотри на себя сейчас в зеркало. Во. Видишь? Вот запомни эту картинку. Запоминай правильную картинку. Я на видео посмотрю. Да, на видео все посмотрят. Следующее у нас упражнение, это будет жим гантелей над головой. Так как ты говоришь, что у тебя проблемная зона, это твои плечи, тебе они кажутся большими. Хотя это неправда. Это неправда. Это просто как-то твое видение, твои фигуры такое. Тебе хочется наверняка их как-то уменьшить в объемах. Но, если у тебя там какая-то мышечная масса есть, ты ее, ну то чтобы не уменьшишь, меньше ее можно только сделать, если ты уменьшишь белки в своем питании. И то это уйдут все твои мышцы. Вот. Поэтому нужно смотреть. Можно просто сделать их более подтянутыми на уровне своего тела. Тебе больше все-таки нужно делать акцент на твои бедра, если ты хочешь какие-то объемы. Плечи у тебя и так хорошие. Вот я тебе серьезно говорю. Поэтому давай попробуем упражнение многоповторное. То есть для того, чтобы просто придать какой-то рельеф и упругость твоей кожи на плечах, на руках. Мне кажется, это будет лучший вариант для тебя. Поэтому мы поднимаем гантели. У нас 2 килограмма. Поднимаем их над головой. И вот тихо-тихо-тихо над головой. Вот. Опускаем, сгибаем руки в локтях. В локтях. Есть. Опустили. Сгибай, сгибай. Вот сюда прям. Тихо-тихо. Сильно много. Вот. Посмотри. Вот. Не-не-не. Сильно сгибай. Вот. Точка. Повторяй за мной. Есть. Хорошо сгибай. Хорошо, хорошо. Во. Сюда. И гантельки у нас ровненько стоят. Во. Есть. Теперь наверх. Сюда. Есть. И как можно ниже опускай. Хорошо. Туский, своди лопатки. И выдох. Поднимай. Выдох. Согнула. Поясница прижата? Нет. Плохо. Прижимай. Прижимай, прижимай. Прям позвоночник хорошо свой. Во. Давай. Выше. Выдох. Вдох через нос. И старайся держать ровно гантели. Еще ниже. Пока что, конечно, это выглядит очень неуверенно. И всегда будет стеснение какое-то. Но первое, второе, вторая тренировка. Третья тренировка. Конечно, будет легче. Молодец. Выше. Как чувствуется нагрузка? Да. О. А это только 2 килограмма. Поэтому тебе нужно с этими килограммами сделать хотя бы 20-25 повторов. Молодец. Сиди за поясницей. Давай, давай, давай. А ну теперь сама. Ага. Молодец. Уже лучше. Старайся, чтобы ручки одновременно шли. Вот как будто это одно целое. Как будто ты какую-то веревку растягиваешь. Вот почувствуй, что веревка как будто наверх, вниз. И вот при этом движении сводим лопатки. Свели. Выше. Свели. И грудь вперед немножко. Но при этом поясница. Есть. Молодец. Не буду тебя больше мучить. Ну как тебе вообще эффект чувствуется, да? Много тонкостей. Занимаюсь и понимаю, что тренер нужен на первом этапе. На первом этапе, да. Мне тоже кажется, что нужен. Потому что многие смотрят на, допустим, на видео, на меня, к примеру, даже, да? Но не смотрят на себя в отражении, не проверяют свою технику. Просто дома не бывает таких, где касса. Да, так что ты молодец, успехов тебе. Спасибо большое. Молодец. Что ты можешь пожелать моим подписчикам, может быть, девочкам, особенностям? Ну, конечно, я вам желаю все-таки заниматься спортом и правильно питаться, потому что, поверьте, это реально работает. Да, уж это точно. И как сказала Таня, не смотрите на своих родственников, которые полненькие. Не так уж и сильно это влияет на вас, поверьте. Все зависит от вас и все в ваших руках. Спасибо тебе большое, что поприсутствовала на моем видео. Я думаю, наши советы, наши упражнения, что касаемо именно твоей фигуры, возможно, помогут многим девочкам и смотивируют таким примером. Главное, не стесняться себя и не слушать, главное, чье-то мнение. Да, это тоже очень важно. Мы с вами встретимся в следующем ролике. Обязательно заходите на канал Агнии, вы там увидите море информации, такое, где еще никогда не увидите. Обязательно заходите к ней. И всем удачи, пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова